Друзья, всем большой привет из Торонто! Я, как всегда, рада нашей встрече. Сегодня я хочу с вами поговорить на очень важную тему, тема, которая будет называться «Любовь к себе». Я вот тут на днях слушала видео одного очень известного российского психолога. И я даже в Москве, у меня даже есть его книга, но прослушав это видео, я не поняла, а что же такое «Любовь к себе»? Я думаю, что многим вам, наверное, тоже это не очень понятно. Поэтому я решила, нужно об этом поговорить. Важная тема, тема, от которой просто зависит наша жизнь, насколько она успешная, насколько она протекает у нас красиво и гладко. Давайте поговорим. Итак, что этот известный психолог предлагает? Что мне у него показалось не совсем понятным? Первое, он говорит, не думать, не делать то, что вы не хотите. Ну, я подумала, вау, мы каждый раз должны делать что-то, что мы не хотим. Мы очень часто. Мы не хотим мыть посуду, но мы должны ее помыть. Мы не хотим убирать свою квартиру, но мы должны это сделать. Очень часто мы делаем вещи, которые мы не хотим, особенно если у кого-то есть дети или есть какие-то социальные обязанности. Мы это делаем. Поэтому это совет, который мне показался нереальным. Второй совет. Не думать об окружающих. Опять-таки, как это не думать? Все, что мы делаем в этой жизни, мы стараемся одеться красиво, мы стараемся выглядеть красиво, мы стараемся производить впечатление. Я понимаю, что он хотел сказать о том, чтобы не зависеть от мнения окружающих, а делать свою, идти в соответствии своими понятиями. Это правильно. Но вот совсем не думать о окружающих, наверное, было бы неправильно. Третье, мне очень понравилось. Когда вы принимаете решение не думать о целесообразности, а думать о том, что вы хотите. Опять-таки, ну, наверное, я с этим совсем не соглашусь. Не думать о целесообразности. Сейчас я буду говорить свою точку зрения на эти, и вы тогда увидите разницу. Я думаю, что нужно обязательно думать о целесообразности, иначе нас жизнь завезет куда-то, где мы совсем не хотим быть. Четвертое его правило. Не делать, не терпеть ничего ни ради никого. Опять-таки, ну, в целом, наверное, это хорошая идея, хорошая, правильная, но нереальная. Нереально делать, нереально все время никогда не терпеть ничего. Из этого складывается любовь к себе. Я даже слышала у него высказывание, что тебя любит та женщина, которая выходит утром за хлебом без косметики, без мейкап. Это женщина, которая себя любит. Опять-таки, ну, никакого-то отношения, на мой взгляд, не имеет, люблю я себя или нет, а имеет значение совершенно другие вещи. Я сейчас буду говорить о каких. И пятое у него. Сразу говорить то, что не нравится, но говорить один раз. Ну, это хороший пункт. Я не думаю, это исходит из любви к себе, но это в целом в жизни очень хороший пункт. Я недавно вот летела в самолете сейчас, смотрела фильм, который назывался Vice, как Vice President. И он был о Dick Cheney, и его жена, которая ему говорит такие вещи. Он стал, он сначала был очень таким простым человеком, не был Vice President, пока он к этому пришел. Он выбивал очень многое, приходил с разбитым лицом, в какой-то майке, и жена на него смотрит и говорит ему. Он говорит, I'm sorry, я извиняюсь. Она ему говорит, ты мне можешь сказать I'm sorry только один раз. А второй раз уже я понимаю, что я I pick the wrong guy, она сказала. Я выбрала не того парня себе. И дальше она ему говорит, что если он хочет доказать свою любовь, он должен доказать ей это. И вот постепенно он стал вице-президентом, вышел абсолютно из никого. Так что это хорошая, правда, привычка, говорить то, что не нравится, но говорить это один раз. Ну, потом у него еще четвертое его правило любви к себе. Не отвечать, когда они спрашивают. Ну, я не знаю. Наверное, хорошее в целом правило. Отвечать только на вопрос. И шестое – выяснять отношения, говорить только про себя. Все, все это, вот последние эти все пункты правильные. Но не столько они относятся к любви к себе. Что, на мой взгляд, все-таки является действительно любовью к себе, и что это за понятие? Ну, вот на мой взгляд, вообще само такое выражение «любовь к себе» или «self-love» на английском – это понятие немножко искусственное. Оно как бы не отражает цель, ради которого все это делать. Ну, люблю я себя, ну и что? Принимаю, вот лежу у меня бабл-бассы, я лежу вся в пене, в ванной, хожу на маникюр, на педикюр, занимаюсь только собой. Это любовь к себе. При этом у меня ноль на счетах, при этом у меня куча долгов, при этом у меня проблемы с окружающими, никто на работу не берет. То есть, что же все такое любовь к себе, как она складывается, из чего? Но вот если пишет этот психолог, что делать только то, что хочу, я здесь не согласна абсолютно. Потому что у вас может быть желание пойти сегодня в бар, а вам нужно делать дипломную работу, или вам нужно подготовить проект какой-то, а вам хочется пойти и поболтаться в баре, и выпить там одну, вторую, третью кружку пива. Мало того, что разрушив свою печень, еще и потеряв время, и на завтра у вас будет плохое лицо и плохая голова. Поэтому делать то, что хочу, на мой взгляд, вообще не относится к понятию self-love или любви к себе. И вообще мне это понятие не нравится любви к себе. Я думаю, что есть просто правильное, целесообразное поведение, когда ты делаешь для себя все правильные вещи, и иметь какую-то стратегию жизненную, которая приведет тебя к хорошему, даст тебе хорошие результаты, финансовую независимость, хорошее здоровье, хорошее интересное общение, то есть замечательную жизнь. Вот об этом мы этого всего хотят. Никто не говорит, что ему надо любить себя. Есть вещи, которые мешают этого достичь. Поэтому давайте поговорим. Я тут написала семь пунктов, которые, на мой взгляд, которые нужно, которым нужно следовать для того, чтобы достичь вот этой вот замечательной жизни, которую все хотят. Потому что говорить о том, что не всем нужен успех, и не все хотят быть успешными, на мой взгляд, это, как бы сказать, самозащитная реакция, неправильная. Потому что все хотят, никто не хочет бедности, никто не хочет какой-то посредственности. Все хотят иметь такую вот гламорос, чудесную жизнь. Кто нет? Большинство людей хотели бы, большинство людей не отказались. Так вот, на мой взгляд, любовь к себе – это и есть эта дисциплина, которой нужно следовать, чтобы достичь хорошей жизни. Вот это и есть. Поэтому само понятие «любовь к себе», на мой взгляд, неправильное. А есть просто целеустремленность и есть желание построить хорошую жизнь. Вот и все. Итак, «любовь к себе» я буду читать, потому что я, может быть, не все запомню. Это состояние удовлетворения, которое растет из правильных действий, которые поддерживают наше физическое здоровье и красоту. И то это действие, обратите внимание, психический и нравственный рост. Вот что такое любовь к себе, на мой взгляд. Любовь к себе – это не застывшее понятие, это динамика нашего развития. То есть это всегда, на всю жизнь. Как человека, через наши действия. Слово «действие» здесь ключевое. Без слова «действие» мы никуда не денемся. Поэтому слово «хочу» мне вообще не… Ну да, хочу. Но если у тебя нет правильных действий, направленных на достижение своей мечты, своей цели, то слово «хочу» ничего не стоит абсолютно. Итак, у меня есть семь рекомендаций для того, чтобы любить себя или сказать себе «просто достичь хороших результатов». На мой взгляд, все-таки, кто на самом деле себя любит, это тот, кто достиг в жизни и взял в жизни самое лучшее, что он только мог взять в пределах своих талантов и своих способностей. Вот это, на мой взгляд, и есть любовь к себе. Поэтому те успешные, богатые, счастливые люди, которые это сделали, они себя любят больше, чем те люди, которые свою жизнь потратили понапрасну, растратили ее на нездоровое какое-то общение, на нездоровые привычки, на очень посредственную жизнь. Итак, семь рекомендаций у меня есть. Первое – это начать осознавать, понимать себя, понимать, кто ты есть на самом деле. И люди, которые любят себя, очень хорошо осознают, кто они, и действуют в соответствии с этим, вместо того, чтобы делать то, что хотят от них другие люди. То есть первая рекомендация, на мой взгляд, должна быть понять, кто ты есть, и что ты можешь, и что ты хочешь в этой жизни. И действовать в соответствии с тем, как ты себя понимаешь, а не с тем, как хотят для тебя окружающие. Поэтому, родители, дорогие, сейчас дети в вашем институте поступают, забудьте про советы, не надо им советовать. Пусть они сами, постепенно, методом своих проб и ошибок найдут себя, найдут то, что они в жизни хотят. Вторая рекомендация. Действуют люди, которые любят себя, в соответствии с тем, что им нужно, а не что они хотят. Слово «нужно» здесь ключевое слово, и действуют, вот эти два слова. Действуют, что им нужно. Один парень идет в бар пить пиво, или в ночной клуб идет девушка, развлекаясь до утра, а утром пойдет на работу, а другой будет сидеть над книгами, корпеть над проектом, и действовать, делать не потому, что он не хочет пойти в бар, он, может быть, тоже хотел бы расслабиться, пойти в ночной клуб, но он делает то, что ему нужно для его жизни, чтобы его жизнь была успешной. И самое главное в этом, что это не только его жизнь будет успешной, но все вокруг него будут тоже счастливы. Все люди, которые живут вокруг него и рядом с ним, или с ней, тоже будет хорошо, и детям будет хорошо, они будут иметь нормальную, хорошую, интересную, обеспеченную семью, и жена будет довольна, и родственники, и мама, и папа, и друзья, все вокруг будет другое. И сам этот человек будет расти постоянно, потому что вместо того, чтобы пойти в ночной клуб развлекаться, в котором вообще просто совершенно пустое время провождения, которое только разрушает здоровье, ничего другого вы не можете там найти. А другой человек в это время сидит и занимается, изучает что-то, что-то делает, языки изучает и так далее. Вот так вот это делать не то, что мы хотим, а то, что нам нужно делать для нашей жизни. Но это слово «нужно для нашей жизни» тоже должно исходить из наших интересов, талантов. Мы должны чувствовать, кто я есть. Поэтому я сказала, первый пункт – это понять, кто я есть, и что я хочу, и что я могу достичь в этой жизни. Вот поэтому вместо развлечений и соблазнов нужно просто действовать разумно и выбирать те действия, которые приведут нас к тому, чтобы быть сильным и умным, и обеспечить нам хорошую жизнь. Вот это вот очень важно, на мой взгляд. оставляет, и что еще очень важно, именно иметь вот этот фокус, сфокусироваться на том, что вам нужно, что вы действительно, и отказываться от такого вот автоматического поведения, которое придет нас к несчастью и будет, или зависите вы в прошлом, или еще что-то. То есть сфокусироваться всегда, фокус людей, которые себя любят, если мы можем говорить об этом, он должен быть на том, что действовать в том, что вам нужно, а не в том, что идет просто вот на автомате каких-то гормонов, какого-то такого поведения, и в итоге вы закончите обязательно какими-то неприятностями, несчастливыми, или зависнете в прошлом, или не будете двигаться вперед, и вот такие вот всякие вещи. Третье. Заботиться о своем здоровье. Люди, которые любят себя, заботятся о своем здоровье. И это, наверное, очень важно, потому что даже для ваших окружающих, если люди, которые не питаются правильно, которые едят всякую джанк-фуд, которые не занимаются спортом, люди, которые сплетничают, которые имеют негативные эмоции, они закончат тем, что они не будут иметь хорошего здоровья. И в итоге все их родные, окружающие будут страдать от этого. Поэтому вот любовь к себе, она не эгоистична, не эгоистична потому, что это всегда делается не только для себя, но и для удовольствия своих окружающих людей. Для того, чтобы окружающим тоже было хорошо рядом с вами. Поэтому четвертый пункт у меня. Установите границы. Границы общения. Вы будете лучше любить себя, когда установите лимит и научитесь говорить «нет». на работе, в любви или во всех абсолютных действиях, которые изнашивают нас физически, эмоционально и психически, а также показывают самые плохие стороны нашей персоналити. Запомните, установить границы. Это очень важно. Иначе нас просто собьют с курса, если мы не установим границы, если мы будем все время думать о том, что нужно другим, а не фокусироваться на том, что нужно нам для нашей жизни. Потому что на самом деле, когда мы растем, когда мы делаем действия, нам становится уже неинтересно пойти в ночной клуб. Нам гораздо интереснее интеллектуальное общение. Нам интереснее подумать, почитать новую книгу и сделать хорошую карьеру. И, соответственно, выбрать себе жену определенного уровня или мужа определенного уровня, когда мы сами достигаем того. Вот эта вот любовь к себе, она эгоистична, но она точно так же полезна и для окружающих. Пятое у меня есть. Защитите себя, я пишу. Окружите себя только хорошими людьми, теми, кто радуется вашим успехам, а не радуются вашим горестям. Знаете, даже есть такие родственники и друзья, когда вы рассказываете им о ваших успехах, вот я даже по себе знаю, у них как-то немножко кислое лицо получается, потому что они не очень довольны, даже какая-то ревность или зависть возникает. А вот когда вам плохо, вот здесь они с вами. Вот эти друзья, вот эти вот родственники, вот здесь они вам будут сочувствовать, они будут с вами в этот момент и будут все это обсуждать, как мы очень много. Поэтому окружите себя людьми, которые радуются вашим успехам, а не которые радуются вашим несчастьям. И избавьтесь и от таких друзей, и от таких родственников. Шестое. Простите себе все. Потому что мы человек, мы хомо сапиенс, мы слабые, и мы делаем ошибки, мы не всегда поступаем правильно, и мы должны себе это прощать, потому что мы учимся на ошибках, те ошибки, которые мы делаем, мы, если мы все-таки хомо сапиенс, то мы их исправляем. И поэтому винить себя, обвинять себя, есть себя за какие-то старые вещи, которые когда-то были сделаны абсолютно неразумно и неправильно, изменить вы ничего не можете, скорее всего, вы уже это сделали, все, что вы можете сделать, это выучить эту ошибку и простить себе. И дальше уже просто в следующий раз этого не делать. Но помните это выражение из фильма, которое мне очень понравится. I'm sorry, то есть извиняться, человек может перед вами только один раз. Если человек уже повторяет это, то тогда надо подумать, правильно ли этот человек вокруг вас, потому что нельзя делать два раза одно и то же. Это означает, что это уже не извинение, не признание своей вины, а это просто манипуляция и обычный обман. И седьмое, последнее, что я хотела сказать. Живите со смыслом. Только когда у вас есть видение вашей жизни и дизайн вашей жизни, вы сможете жить с любовью к себе. Потому что если у вас этого нет, вряд ли вы сможете жить, я положу, извиняюсь, интересной жизнью и выполнить вот все эти требования, о которых я сейчас говорю. Вас все время будет уводить кто-то в сторону. Если вы девушка молодая, у вас семья, вы хотите иметь детей, и вы бы планировали иметь карьеру, а ваш муж вам говорит, да посиди с ребенком, куда тебе, зачем его маленького в детский сад. И вы три года с первым ребенком, три года со вторым ребенком, и вы уже потеряли всю карьеру, все, а вы так не планировали, не хотели. Поэтому вот здесь вам нужно очень разумно к этому подходить. А что вы на самом деле хотите? И какие есть методы решения этого вопроса? Может быть, можно нанять няню, может быть, можно как-то по-другому эти все вопросы решить, или родственникам попросить посидеть с детьми. Но все-таки самой делать то, что вы для себя хотели, то, что вы планировали для себя. То есть иметь дизайн своей жизни, проект своей жизни. Если у вас нет, вы никогда не сможете любить себя. Вас все время будут уводить, разрывать на куски какие-то другие люди. Поэтому вот без этого вы ничего никуда не сдвинетесь, если вы точно не знаете, куда вы идете. Помните, первое начать с того, чтобы понять, кто я есть, и что я хочу в этой жизни. Это обязательно. И последнее, что я сказала, иметь дизайн своей жизни, разработать проект своей жизни. Вот так я понимаю, любовь к себе, на самом деле это не любовь к себе, а опять все то же самое, о чем мы говорили, как быть успешным, как быть счастливым человеком, это все об этом. Поэтому выражение «любовь к себе» и вот такие вот какие-то тезисы, которые не раскрывают на самом деле, что человек должен в жизни, что на самом деле все хотят. Потому что я не верю тем, что кто-то не хочет успешной, благополучной жизни, а кто-то хочет какую-то бедную, несчастную, грязную какую-то жизнь. Я в этом не верю. Я думаю, что люди просто защищают себя, таким образом говорят, что да, вот это я хочу, а другое мне не надо. И что у них просто не хватает усилий на это. Но опять-таки все усилия и энергии берут из здорового образа жизни, о котором я говорила несколько видео подряд, из того, что здоровый образ жизни и даст необходимую для этого энергию. Вот так я это понимаю. Так что пишите мне в комментариях ваши мысли. Я с удовольствием читаю ваши комментарии. Я с удовольствием, мне очень нравится то обсуждение, которое вокруг этого происходит. И я жду ваших комментариев. И, между прочим, любовь к себе, понятие такое, что нужно полюбить себя, на самом деле не совсем честно, потому что на самом деле мы действительно, каждый любит себя. И каждый себя оправдывает и защищает все свои даже неправильные поступки. Поэтому я думаю, что такого выражения быть не должно. Всего вам самого хорошего. С вами была Татьяна Конкина. До свидания.